Итак, добрый вечер тем, кто присоединился к нам только что. Тема нашего сегодняшнего семинара называется «Интеллектуальное назначение вставок в Google». В первую очередь хочу сразу сказать, что тема эта будет интересна тем из вас, кто, возможно, был у нас на курсах по Google AdWords, тем, кто просто практикует, работает в этом сервисе, тем, кто, возможно, собирается работать с ним. Для них это, может быть, будет несколько не совсем до конца понятно, поэтому мы ориентировались больше на тех, кто является уже выпускником хотя бы каких-то начальных наших курсов. Но еще раз повторюсь, мы не ограничиваем никого, присутствовать, конечно, в семинаре могут все. Я провожу этот семинар совместно с Google, вообще инициатива этого семинара принадлежит самой компании Google, в частности российскому представительству Google, поэтому презентацию, которую вы видите, она предоставлена нам непосредственно нашим московским офисом Google. И цель, как я уже сказал, рассказать более подробно о том, какие изменения за последний год особенно произошли внутри алгоритмики работы автоброкеров. Что такое автоброкеры, почему это очень важный компонент работы рекламной кампании, мы сейчас обязательно с вами рассмотрим. И, как я уже сказал, вопросы, возможно, которые у вас появятся, мы с удовольствием разберем. И главная причина, почему такие семинары кажутся актуальными и непосредственно компанией Google, да и мы тоже видим в них ценность, заключается в том, что автоброкеры – это функционал, который, ну, скажем так, не у всех с первого взгляда заслуживает доверия. То есть очень много возникает вопросов у тех, кто работает с системами контекстной рекламы, что это такое, зачем это нужно, действительно ли это настолько эффективно, как об этом говорят, не лучше ли будет использовать ручные стратегии и так далее. Вот на такие вопросы мы постараемся дать ответы. Если от компьютера, то это единичка здесь. Если у кого-то какие-то вопросы есть по самому семинару уже в начале, я с удовольствием отвечу на них, можете задавать слушателю вебинаре в чате эти вопросы, ну, а слушателю, естественно, аудитории с удовольствием выслушаю их вопросы прямо здесь. Нет вопросов? Окей. Итак, сразу, поскольку у нас предполагается некоторый такой интерактив, сразу начну с того, о чем вообще будет идти речь, чтобы было понятно. Для этого я переключусь в стандартный аккаунт Google. Мы не будем сейчас работать непосредственно с компаниями, что-то настраивать. Я только лишь покажу этот участок, эту часть функционала, о которой большинство рекламодателей, те, кто ведут уже рекламу, конечно, знают. И сейчас я открыл стандартную рекламную компанию в Google рекламы. Сейчас обратите внимание на то, что сервис Google AdWords, который мы хорошо и давно знали, десяток лет, если не больше, на рынке этот сервис был представлен. Он теперь уже потерял свое имя, на наименование больше он уже не Google AdWords, теперь это просто Google Ads. По-русски его перевели как Google реклама, и поэтому адрес у него также сменился. Теперь адрес ads.google.com. Изменения, конечно, только косметические, то есть с точки зрения названия. Но в реальности как раз-таки очень серьезные изменения произошли и внутри, внутри алгоритмики работы этого сервиса. Непосредственно знакомиться с самим сервисом, как вы догадываетесь, мы сегодня не будем. Предполагается, что вы уже знаете, что это такое. Еще раз повторюсь, наша тема будет только один из очень важных элементов этого сервиса под названием ставки. В настройках любой рекламной кампании, какая бы она ни была, мы всегда имеем эту опцию, которую нам предлагают по умолчанию настроить в один из тех вариантов, которые предлагает нам по умолчанию Google Ads, в зависимости от того, какую стратегию мы выбрали. В данном случае, вы видите, у меня по умолчанию была выбрана стратегия максимальное количество кликов, и она в данном случае здесь предполагает только изменение предела максимальной цены за клик. Сразу хочу показать, возможно, кому-то это будет интересно, что на самом деле мы можем сменить стандартную стратегию. Для этого есть опция изменить стратегию назначения ставок. Обратите внимание, что этого клика будет недостаточно. В этом случае вы можете сменить варианты только работы по конверсиям, по кликам или по ценности конверсии, но по-прежнему останетесь в рамках той парадигмы, которая была выбрана до этого. В моем примере это максимальное количество кликов. Еще один клик на опцию выбрать стратегию назначения ставок, наконец-то, то есть с третьего пинка только, позволяет нам попасть ко всем богатствам выбора Google Ads. И вот как раз об этом функционале я и хотел немножко рассказать. Что мы здесь видим? У нас есть варианты так называемых ручных стратегий. Ручной стратегия, она одна. Когда мы можем самостоятельно выбирать ставку для клика в наших рекламных объявлениях. Этот вариант мы рассматривать сейчас не будем. Во-первых, я думаю, все знают, что ручное выставление ставок – это достаточно специфический вид подхода. Ну, то есть он потребует от вас, во-первых, очень серьезного количества времени, усилий на управление рекламной компанией. Поэтому ручные варианты мы сейчас пока на старте отбросим. Мы поговорим об автоматических стратегиях. Автоматические стратегии предполагают работы так называемых автоброкеров. Автоброкеры – это механизмы, которые находятся под капотом всего Google Ads и позволяют они нам избавиться вот от этой всей ручной работы. Особенно если у вас, например, в аккаунте полторы тысячи ключевых запросов. На всякий случай, вот, во всяком случае, по данным самого Google Ads в среднем, в рунетовском сегменте, 10 тысяч ключевых запросов в среднем в одной компании. То есть это огромное количество ключей. Если выставлять ставки по каждому ключу отдельно или даже использовать какие-то внутренние автоматизаторы в системе, чуть дальше я на этом остановлюсь, это может быть не очень эффективно. Поэтому мы сейчас поговорим больше именно вот об автоматических брокерах. Это механизмы, которые позволяют управлять ставками в автоматизированном режиме. Исходя из алгоритмики, каждый из этих сервисов, каждый из этих автоброкеров позволяет делать только определенные какие-то вещи. То есть настройки ввести в определенном диапазоне изменений. И вот именно об этих вот автоброкерах мы как раз сегодня будем в большей степени говорить. Я хочу вернуться к нашей презентации. И, соответственно, как я уже говорил чуть раньше, всем, кто присутствует, соответственно, эту презентацию мы обязательно выдадим. Слушателям на вебинаре я сейчас отправлю ссылочку на загрузку этой презентации. Вы можете ее скачать, чтобы вам было удобнее работать с ней непосредственно у себя на компьютере. А я, в свою очередь, остановлюсь на вопросах, которые затрагиваются в ней. В чем преимущество интеллектуального значения ставок, соответственно? Почему именно варианты автоматических брокеров предлагает нам в первую очередь использовать сам Google? В первую очередь, потому что правильное назначение ставок, очевидно, влияет на эффективность размещения ваших рекламных средств. То есть ваши бюджеты могут тратиться эффективно, могут тратиться неэффективно, в зависимости от того, как вы управляете ставками. Поэтому, если вы это будете делать в ручном режиме, управление вашей эффективностью, степень эффективности будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо и качественно вы это будете делать. Когда я уже говорил раньше, у вас огромное количество ключей, делать это с высоким качеством не всегда получится. Во-вторых, аукцион динамичен. То есть процесс формирования ставки в настоящий момент полностью определяется так называемыми алгоритмами машинного обучения. Алгоритмы машинного обучения – это механизмы, которые как раз-таки находятся в недрах, будем так говорить, автоброкеров, которые представляют из себя математические алгоритмы, рассчитывающие огромное количество факторов. Это десятки и сотни факторов, на основании которых алгоритм выстраивает правильную стратегию поведения для каждого ключевого запроса в вашей рекламной кампании. Динамический характер аукционов означает, что аукцион в каждом конкретном случае, когда пользователь, если мы говорим о поиске, набрал какой-то запрос, в этот момент аукцион для каждого запроса происходит самостоятельный, и он зависит от того, какие участники в этом аукционе приняли участие, какие ставки были назначены и так далее и тому подобное. Очень трудно, если вы будете в ручном режиме пытаться выставлять эти ставки, очень трудно попадать в правильные эффективные ставки тогда, когда аукцион динамичен. На поведение пользователей также может влиять огромное количество факторов, в частности, на каком этапе принятия решения находится пользователь, в какой тип, соответственно, запроса он использует, и масса других факторов, которые также учесть, если вы будете выбирать ставки вручную, не получится, это фактически просто невозможно. В то время, как алгоритмы машинного обучения могут все это просмотреть, просчитать, могут учесть огромное количество факторов. Несколько лет назад назначать ставки было очень просто, ставки работали, во-первых, критериев назначения ставок было очень немного, сейчас, во-первых, мы получили возможность управлять ставками для разных типов устройств, например, то есть для мобильных ставки могут быть одни, для десктопов другие, для планшетов третьи. Мы можем корректировать ставки в зависимости от дней, недели и от времени, суток. Мы можем ставки назначать в зависимости от местоположения, от набора интересов или пользовательских характеристик, которые мы имеем, которые, точнее, имеет система, знает систему о пользователе. И это еще не полный перечень факторов, которые могут влиять на правильный выбор ставки. То есть опять речь идет о том, что человек, удержать в голове вот эти все факторы корректировок ставок, он сейчас, конечно, не в состоянии. Дальше все еще сильнее усложнилось. За последние пару лет добавились масса еще дополнительных новых расширений, факторов, свойственных именно характеристикам объявлений. Появились сегменты аудитории, на которые мы можем таргетировать наши рекламные объявления и выбирать ставки, исходя из, соответственно, этих сегментов. Пути конверсии, соответственно, на то, на каком этапе находится пользователь в своем конверсионном маршруте. Демография, особенно активность сейчас учитывается при выставлении ставок. Операционная система, коэффициенты конверсии. И масса-масса браузера, масса других дополнительных факторов появилась в последнее время. Если охватить взглядом весь этот, можно сказать, зверинец, то, конечно, учесть все эти факторы вручную в каждом конкретном аукционе стало невозможно. Я не буду на этом долго останавливаться. Я думаю, сейчас это уже всем очевидно, всем понятно, что учесть такое огромное количество факторов человеку, когда у него под управлением находятся несколько тысяч ключевых запросов, ну, очевидно, уже невозможно. И именно здесь как раз мы говорим об интеллектуальном назначении ставок, которое, собственно, заменяет все вот эти вот человека, во-первых, и учитывает все вот эти факторы, которые ранее были перечислены, плюс еще огромное количество других, при принятии решения о том, какая ставка в настоящий момент для данного конкретного пользователя, набравшего конкретный запрос в этом конкретном аукционе, будет эффективна именно для вашего конкретного объявления с учетом ваших конкретных настроек. Вот эта вся длинная керада, которую я сейчас произнес, она как раз реально описывает то, чем занимается фактически алгоритм машинного обучения. Машинное обучение сейчас везде, я думаю, вы это знаете. На машинном обучении работает алгоритм поиска всех поисковых систем современных. На машинном обучении работает сейчас аналитика, которая позволяет собирать данные о поле, возрасте, демографии, интересах, здравствуйте, присаживайтесь, и других факторов. Быстрый, при этом, лучше вот там там экран, при этом огромное количество этих факторов, быстрые анализы, стал возможным именно благодаря увеличенным возможностям по производительности вычислительных систем, и такие возможности появились совсем недавно. Машинное обучение как технологии, как набор технологий, алгоритмов, известно, говорю, очень давно, но их широкое применение стало возможным именно только в последние несколько лет. Повышение эффективности работы за счет автоматизации рутинных задач, увеличения времени на стратегическое планирование. Опять же, алгоритмы машинного обучения. Тестирование новых рекламных форматов, таргетирование в верхней части воронки конверсии, качество обслуживания клиентов, расширение диапазона продуктов. То есть протестировать мы можем захотеть очень большое количество различных изменений в наших рекламных компаниях. Все они в той или иной степени будут касаться алгоритмики назначения ставок, и только машинное обучение здесь нам может помочь. Самое главное, самое, конечно, магическое, что есть в современных алгоритмах автоматических брокеров, это то, что мы можем в рамках, оставаясь того же бюджета, выделенного, с которым мы работаем, получить большее количество посетителей, большее количество конверсий, большее количество продаж и так далее, в зависимости от того, на что таргетируете вы ваши рекламные показы. Вот, собственно, конечно, когда ты говоришь просто, что за те же деньги, включив одну кнопку, ты получишь просто больше клиентов, это выглядит несколько как-то алхимически. Ну, в общем, в целом это похоже на какой-то, не знаю, не развод, но какую-то сказку. Но в реальности, на самом деле, так оно и есть, и сказки здесь никакой нет. Главное, чтобы в первую очередь вы понимали, что причины, почему автоматические алгоритмы могут работать лучше, чем любые ручные стратегии и так далее, именно заключены в том, что они могут учитывать значительно большее количество факторов, которые может даже современный мозг человека учесть. И, кроме того, оперирует значительно большим объемом данных, известных о пользователе, известных о запросе и так далее. Поэтому примеров этому огромное количество. Здесь вот приводятся такие кейсы, как компания OLX, например, просто перейдя на алгоритмы машинного обучения автоматических брокеров, современных брокеров Google Ads, получили возможность на 90 почти процентов увеличить количество конверсий, оставаясь в рамках того же бюджета и снизить цену за конверсию. Как работает это интеллектуальное назначение ставок? Вот обычный вопрос, который возникает тогда, когда люди знакомятся с этими технологиями, потому что понимание принципов работы позволит вам в том числе правильно выбирать стратегии из тех, которые предлагает нам Google. Ну и, во-вторых, понимая принципы, вы в целом можете, ну, скажем так, точнее оценивать стратегии ваши, то есть изменения, например, бюджета и многие другие аспекты, которые пока еще остаются под ручным управлением. Существующие инструменты назначения ставок предлагают различные значения частоты и точности ставки. То есть мы можем ставку назначать во время аукциона, адаптивно обучаться на уровне запросов благодаря интеллектуальному назначению, то есть как автомат работает, и учитывать многие факторы поведения пользователя и перекрестный анализ. Основные возможности Google Ads с точки зрения автоматического назначения ставок во время аукциона. Оптимизация ставок автоматическим алгоритмом выполняется непосредственно в ходе аукциона, а ставки устанавливаются для каждого отдельного аукциона. То есть это то, о чем я чуть раньше говорил. Каждый раз, когда пользователь набирает какой-то запрос в поиске, нажимает кнопку Enter, если мы говорим о поисковой выдаче, в момент, пока машина формирует пользователю SERP, так называемый, алгоритм машинного обучения формирует правильную стратегию, выбор правильной ставки для вашего рекламного объявления, которое в данный момент по этому запросу может быть показано. И так происходит на каждом аукционе. А каждый аукцион происходит каждый раз, когда человек нажимает кнопку поиска. И каждый раз, когда этот аукцион происходит, алгоритм учитывает все новые, новые факторы, известные уже к этому моменту по данному пользователю и учитывают все те данные, которые уже накопились по данному запросу. Вообще, как вы знаете, поисковые машины и рекламная выдача в целом, они оперируют двумя основными понятиями. Это поисковый запрос и это либо страница, которую машина рекомендует по данному запросу, либо это рекламное объявление, которое, соответственно, машина показывает по данному запросу и, по сути дела, также рекомендует пользователю. Главная цель поисковых систем – это сделать так, чтобы рекомендации, которые предлагает пользователю машина, были максимально эффективными и интересными для пользователя, включая и рекламное объявление также. Назначение ставок во время аукциона – это возможность повысить конверсию. То есть дифференцировать ставки и оптимизировать их с большей точностью можно для каждого аукциона в отдельности. То есть человек один набрал запрос, нажал Enter, машина учла, что это был первый запрос от этого пользователя, допустим. Она предложила ставку автоматизированную, которая позволяет показать ваше объявление достаточно высоко, чтобы пользователь с высокой вероятностью его заметил, это объявление. Пользователь не остановился на этом, а второй раз нажал кнопку поиска, оставаясь в том же запросе, например. Автоматический алгоритм уже пересмотрит свое поведение, точнее пересмотрит подход и учтет уже, что пользователь повторно набирает тот же самый запрос, и алгоритм уже выберет совсем другую ставку, не ту, которая была в предыдущем случае. И возможно, что в этом случае алгоритм понизит ставку, потому что и так уже была высока вероятность показа этому пользователю, допустим, клика не произошло, зачем тратить большие деньги. Данный пользователь не демонстрирует заинтересованность в данном рекламном объявлении, и цена уже может автоматически измениться. То есть, заметьте, даже в рамках одного пользователя, который находится на сайте и набирает один и тот же запрос, допустим, два раза, алгоритм может, поскольку это два разных аукциона, отработать совсем по-разному. Рекламодатель из банковской сферы может выявить, что пользователи iOS открывают банковские счеты с большей вероятностью, или что пользователи смартфонов, находящиеся в городах, где число филиалов высоко, с большей вероятностью посещают банк. Это хорошо, если это может сделать сам рекламодатель, но это достаточно большой объем работы аналитика, это потребует серьезных усилий, выявление таких корреляций, трендов, тенденций. Алгоритм это сделает значительно быстрее и проще, и причем не потребует от вас никаких вложений и усилий. Вторая функция или вторая опция, за счет которой алгоритмы значительно повысили свою эффективность – адаптивное обучение на уровне запросов. Алгоритмы машинного обучения теперь используют все накопленные данные о конверсии для создания точных моделей назначения ставок, которые работают на разных уровнях. То есть теперь, благодаря технологиям, о которых вы, наверное, знаете, бигдата – это технология, позволяющая собирать, хранить, обрабатывать огромные объемы данных. Современные алгоритмы машинного обучения в обязательном порядке используют такие технологии, потому что для эффективного работы алгоритмы машинного обучения всегда необходим огромный объем накопленных уже статистических данных. Только тогда алгоритмы машинного обучения могут эффективно прогнозировать ставку, которая будет эффективна в данном конкретном аукционе. Об этом я дальше буду подробно говорить. Это один из, нельзя его назвать недостатков, но одна из особенностей алгоритмов машинного обучения – это необходимость получения достаточно большого набора статистической информации. Почему обучение на уровне запросов улучшает результативность ставок? Модели назначения ставок очень динамичны. Показатели конверсии могут использоваться на уровне поисковых запросов для различных групп объявлений и рекламных кампаний, причем в каждом конкретном случае по-разному. Улучшенная оптимизация ставок для фраз и ключевых слов с широким соответствием. Наличие только одной ставки на уровне ключевых слов не позволит оптимизировать коэффициент конверсии на уровне запросов. То есть в большинстве случаев, если вы пользуетесь с ручным управлением, то очень часто вы ставку выставляете на уровне всей группы объявлений, например, иногда даже компания. И в этом случае отсутствие дифференциации для каждого конкретного запроса отдельная ставка становится серьезным недостатком. Быстрое алгоритмическое обучение. Если поисковый запрос уже сопоставлялся с другими элементами компании аккаунта, алгоритм просто применяет уже имеющиеся сведения. Это то, о чем я только что говорил, когда машина уже знает, что этот пользователь уже набирал этот запрос. Она уже учитывает все его поведение, которое известно системе. Google Ads. Кстати говоря, все, что я сейчас говорю про Google Ads, на самом деле использую сейчас и Яндекс.Директ, то есть те же самые технологии, но не те же самые в буквальном смысле, но вообще тренды, они сейчас едины. Понятно ли дело, что они отличаются, конечно, нельзя говорить о том, что они идентичны, но сами подходы, во всяком случае, сейчас аналогичны примерно у всех конкурентов на рынке. Мы учитываем факторы все, о которых было сказано раньше, автоматически вам не потребуется корректировать ваши ставки по устройствам, спискам пользователей, местоположению и многому другому благодаря алгоритмам автоброкеров. Третий пункт, рассказывающий о том, как функционирует алгоритм машинного обучения автоброкеров, учет многих факторов поведения пользователей и их перекрестный анализ. То есть время суток. Например, пользователь набрал какой-то запрос, машина должна спрогнозировать, какая ставка в настоящий момент будет максимально эффективна. От ставки, как вы знаете, будет зависеть позиция вашего объявления. То есть если машина поднимет ставку, то возможно, вы получите более высокое место размещения. Если она понизит ставку, место может оказаться более низким. Какую ставку выбрать в данный момент для данного пользователя с максимально эффективным шансом получить клик? Вы знаете, что для некоторых пользователей нужно показываться на низких позициях, для некоторых пользователей наоборот играет роль только высокая позиция объявления. То есть они никогда не кликают по объявлениям ниже третьего, грубо говоря. Есть пользователи наоборот, которые никогда не кликают по объявлениям, которые в первом топе находятся. Ну и так далее. Это все может учесть машина, исходя из имеющейся уже статистики. И время суток. Например, машина может учесть не только историю данного пользователя в целом, она может учесть конкретно в это время, насколько высока вероятность клика именно у этого пользователя по вот этому месту или по вот этому. Присутствие в списке ремаркетинга. Есть ли этот пользователь в ремаркетинговых списках или нет? Какое у него устройство? Один и тот же пользователь может набирать один и тот же запрос с разных устройств и его поведение будет разным. Потому что вы знаете, что если пользователь на мобильном устройстве, то это обычно какие-то горячие запросы, что-то набирает. Но не всегда, но это поведение несколько иное. Да, характеризует само мобильное устройство. Местоположение и другие факторы. То есть машина учтет время суток, наличие в списках ремаркетинга, тип устройства, тип местоположения. Это то, что будет в качестве ключевых факторов влиять на то, какая цена клика будет выбрана автоброкером. Перекрестный анализ означает, что машина учтет не только каждый из этих факторов в отдельности. Она еще учтет между собой их взаимосвязи. То есть вот сейчас время 8 утра и он на мобильном это один результат. Сейчас время 8 утра и он на десктопе это совсем другой результат. То есть ставка будет выбрана в этих двух разных случаях по-разному. Операционная система. Это как раз тип устройства чаще всего. Веб-браузер это тоже тип устройства и языковой настройки. Это тоже факторы, которые повлияют на выбор корректной цены клика, эффективной цены клика. И вот тот самый вопрос, о котором я чуть раньше говорил, это как алгоритмы автоброкеров обучаются. Потому что обучение это важнейший элемент алгоритмов машинного обучения. Под обучением мы понимаем сначала сбора огромного объема статистики по уже имеющимся запросам и пользователям. Во-вторых, накопление это в виде огромных объемов массивов информации. Технологии Big Data здесь активно применяются как раз. И затем с помощью специальных моделей, алгоритмов, эти объемы данных анализируются в автоматическом режиме, естественно, не без помощи программистов, распознавать в этих данных тенденции, тренды, кластеры какие-то и так далее. И затем уже, когда у машины накопился опыт по имеющимся данным, она может прогнозировать будущую цену клика, например, эффективную или какие-то другие вещи, например, эффективную страницу по данному запросу, которую надо показать в результатах органик выдачи. Целевая цена за конверсию – одна из стратегий, наиболее активно применяемых. Я вернусь назад к сейчас имеющимся у нас стратегиям. Целевая цена за конверсию – одна из первых здесь, позволяет назначать ставки для получения максимального количества конверсии на сайте при заданной средней цене клика за конверсию. Чем хороша, тем, что рекламодатель может назначить цену, которую он готов заплатить за готовую продажу, за готового клиента. Стратегия должна использоваться в сочетании с большим массивом данных. Вот это как раз то, что нужно всегда учитывать, когда вы прибегаете к автоматическим алгоритмам. Огромные массивы данных требуются для того, чтобы алгоритм эффективно обучился на них. Здесь рекомендация от самого Google такая. Обычно для настройки этой стратегии требуется от одной до двух недель. На самом деле я от себя добавлю, что дело не в длительности времени, в интервале. Дело в том, насколько много вообще у вас есть показов у ваших запросов, насколько у вас много переходов, кликов по вашим рекламным объявлениям и так далее. Мы рекомендуем применять стратегию на основе конверсии, такие как целевая цена за конверсию, если компания за последние 30 дней имела не менее 30 конверсий. Опять же от себя добавлю, что это вообще статистическое ограничение. То есть вы должны накопить не менее 30 конверсий для того, чтобы в целом вообще возможно была эффективная работа алгоритма машинного обучения. Никогда не забывайте об этом. Почему я об этом говорю и Google тоже об этом старается напоминать своим рекламодателям, потому что нередко те, кто переходят на автоматические стратегии, начинают пенять на то, что они работают хуже, чем до этого работали ручные стратегии. Необходимо убедиться в том, что при переходе на автоматическую стратегию вы накапливаете больше, чем 30 конверсий для того, чтобы алгоритмы просто могли эффективно прогнозировать ставки, клики. В противном случае, если у вас недостаточное количество статистических данных, алгоритм не может по определению работать эффективнее, чем обычное тупое назначение ставок вручную. Это надо учитывать, эта особенность очень важна для эффективной работы с автоматическими стратегиями. Алгоритмы ЭЦ учитывают различные факторы и оценивают новые для оценки намерений пользователя. Они также выходят за рамки традиционного анализа факторов, поскольку могут распознавать значимые корреляции между комбинациями факторов, вносить корректировки одновременно с этим, выполняя поиск новых факторов. То есть, заметьте, алгоритмы не только учитывают уже какие-то известные, знакомые факторы, такие как тип браузера, операционные системы, устройства и так далее, они еще и могут сами отбирать какие-то критерии, по которым можно оценивать эффективность и включать их в модель расчета цены клика. Примеры успешного пользования интеллектуальным назначением ставок. Здесь приводится несколько компаний. Я сейчас пропущу, вы можете познакомиться с ними в презентации. Ссылку на презентацию я сбросил, кстати, если все в порядке, удалось ее скачать, сообщите, пожалуйста, если у кого-то есть проблемы, я попробую повлиять. Интеллектуальное назначение ставок для поисковой рекламы. Некоторое время назад Google попробовал автоматизированное назначение ставок и многие рекламодатели последовали за ним. Это не принесло результат. Эта проблема, я ее чуть раньше уже озвучил, возникает чаще всего у тех рекламодателей, которые не накопили достаточного количества статистических данных. Обратите на это внимание. За последние 18 месяцев было добавлено более 20 значимых функций. Это вот как раз то, о чем мне бы хотелось рассказать, и очевидно, что и Google хотелось бы донести это до своих рекламодателей. Почему? Потому что внешне за эти самые 18 месяцев набор вот этих вот функций, набор автоброкеров, он практически не изменился. Названия у них остались прежними. Суть осталась практически та же самая. То есть, чего-то абсолютно нового за последние опять же 18 месяцев почти не появилось. У многих это, многими рекламодателями это воспринимается как некая стагнация, как то, что как будто бы эти автоброкеры не развиваются, в них ничего нового не появляется. Но на самом деле, вот именно слово под капотом здесь очень актуально. То есть, на самом деле, внутри, в алгоритмике этих автоброкеров произошли колоссальные изменения, и они существенным образом, и именно вот в последние особенно 6-8 месяцев, изменили эффективность работы этих инструментов. Ну вот здесь история, начиная с 2016 года, и вот за последний 2017 год мы видим с вами появились дополнительные опции, такие как максимальное увеличение количества конверсий функции, отдельно разработанная в рамках стратегии максимальное количество конверсий, проекты и эксперименты модели атрибуции, то есть были внедрены алгоритмы работы с моделями атрибуции в, собственно, в автоброкеры, расширенные настройки ожиданий от поведения пользователя. Обновление оптимизатора цены за конверсию произошло в конце 2017 года. Это алгоритм, который уже давно известен всем рекламодателям. Он серьезно был переработан, получил улучшенный алгоритм с повышенной гибкостью для большей эффективности. Слова достаточно общие, но понятно, что за ними стоит очень большая работа, и она, ее трудно выразить будет, если мы не программисты в каких-то простых фразах. Оптимизированный период обучения, то есть теперь машина, алгоритмы в конце 2017 года стали работать значительно быстрее, нарабатывают правильную модель поведения быстрее на меньшем объеме данных, но тем не менее все равно их требуют. Автоброкер целевая рентабельность инвестиций, так называемые ROI, как вы знаете, был полностью переработан, получил улучшенный алгоритм с более точным прогнозированием ставок и так далее. То есть изменений очень много. Неудачный опыт с интеллектуальным назначением ставок в прошлом чаще всего был связан с тем, что алгоритмы те, которые были в Google AdWords год-полтора назад еще, они еще не имели тех функциональных изменений, которые сейчас произошли. Поэтому с тем, кто, возможно, когда-то пробовал и у него не получилось, рекомендация общая. Во-первых, увеличить объем собираемых данных для того, чтобы алгоритмы могли эффективно работать. Во-вторых, попробовать еще раз дать шанс этим автоброкерам, шанс поработать в ваших аккаунтах еще разок, потому что под их капотом теперь скрываются совсем другие уже возможности. То есть они резко увеличили свою эффективность. Самих стратегий вы видели, я только что показывал, достаточно много. Какую из них вы будете выбирать, я сейчас на этом останавливаться не буду. Это потому что вопрос достаточно обширный, требует отдельного рассмотрения, и мы в рамках курсов своих это все делали обязательно, причем на самых первых базовых курсах, потому что это основа настройки рекламных объявлений, рекламных компаний в Google Ads. Вопросы по алгоритмике автоброкера? К SEO никак не относятся вообще. Наш семинар посвящен полностью Google AdWords. Но это часть интернет-маркетинга, это часть реклама в поиске, реклама в контекстной медийной сети. Это... Конечно, да. Ну, во всяком случае, все, кто у нас проходит вот так называемые дипломные программы или получают свидетельство о повышении квалификации, они обязательно затрагивает целый пул интернет-маркетинговых дисциплин, обязательно реклама одна из них. И, соответственно, вот вопрос, который касается того, какую стратегию при каких условиях выбирать. Вот здесь перечислены общие рекомендации, на которые я тоже рекомендую обратить ваше внимание. Всем, я думаю, хорошо известно, что когда мы ведем размещение рекламное, наша цель может быть различна. Мы можем таргетировать рекламу на видимость, на какую-то. То есть, имеется в виду, наша цель может быть увеличивать количество контактов с нашим брендом, например, увеличить узнаваемость нашей марки, товара или услуги. В этом случае для размещения в Google Ads будет эффективна стратегия под названием «Царевой процент выигрышей», что логично, то есть мы в ней управляем количеством показов в проценте от общего возможного количества показов. Есть царевое положение на странице поиска, что тоже логично, если мы размещаемся высоко. Чаще всего мы имеем шанс показаться большему количеству потенциальных посетителей наших и так далее. Если наша задача обеспечить объем трафика на веб-сайт, то есть увеличить количество посетителей нашего веб-сайта, в этом случае максимальное количество кликов будет наиболее разумным выбором наверняка. То есть тут тоже общая рекомендация. Если у нас цель конверсии, то есть наша задача увеличить объем продаж, то в этом случае нам нужен оптимизатор цены за конверсию, целевая цена за конверсию, максимальное увеличение количества конверсий. Эти три стратегии, естественно, нацелены именно на эту задачу. Ну и доход. Здесь мы оцениваем объем затрат наших рекламных и объем получаемой прибыли, которую мы генерируем с помощью этих рекламных затрат. Здесь целевая рентабельность инвестиций в рекламу, ключевой здесь показатель. Это ROI, Return of Investment, со всеми вытекающими последствиями. То есть вот если у вас какая-то из этих бизнес-целей, исходя из этого, вы можете легко выбрать автоброкер, который для вас будет наверняка максимально эффективным. Значит, я повторюсь, не буду сейчас устанавливаться на детальном разборе каждой стратегии. Это займет очень много времени. Наш семинар не очень большой по объему. Не забывайте, если вы используете оптимизатор цены за конверсию, то все, что вам нужно добавить, это корректировки ставок для устройств. Все другие корректировки алгоритм уже учитывает автоматически. То есть, обратите на это внимание, оптимизатор цены за конверсию, это, кстати, автоброкер, который автоматически будет корректировать ваши ставки в зависимости от шанса получить конверсионное действие. Он будет уже учитывать все остальные факторы, кроме корректировки ставок на устройство. Доход, return of investment, это целевая рентабельность инвестиций, я также напомню, требует не просто настройки выбора этого алгоритма, но еще и непосредственно на вашем сайте. Наверняка это потребует настройки Google Analytics с так называемым e-commerce функционалом, то есть с возможностью или не обязательно e-commerce, но с возможностью передавать данные о ваших прибылях, доходах, которые вы получаете от ваших конверсий, пришедших к вам из рекламы в Google Аналитику. То есть рентабельность инвестиций может быть рассчитана только в том случае, если у вас в Google Аналитику и, соответственно, затем в Google Ads передается информация о ваших прибылях. Примеры кейса еще раз, которые показывают, что большинство компаний, крупных компаний, благодаря алгоритмам включения алгоритмов автоматически понизили среднюю цену целевого действия на 52%, снизили цену стоимость клика, CPC на 43%, увеличили, соответственно, количество конверсий на 10% и так далее. Перерыв на кофе. У нас есть вопросы. Сначала начал слушать, для каких компаний по уровню дохода рассчитан данный продукт. Для компаний, у которой прибыль составляет 20 тысяч в месяц, микрокомпания отдавать тысячу рублей в месяц, смотрится как-то много, или стоит начинать с малого. Ну, на самом деле, да, мы это не затрагивали вначале. По сути, вопрос, как я понимаю, про идет функционал алгоритма Return of Investment, то есть речь идет про вот эту вот опцию целевая рентабельность инвестиций в рекламу. И здесь действительно есть такой момент, как минимальный порог входа, и именно он связан больше с тем, о чем я чуть раньше говорил, о том, что нам нужно достаточное количество конверсий накапливать. Если, допустим, как вот наш коррега пишет, у нас бюджет 20 тысяч, при этом у нас цена одной конверсии тысяча рублей, то наверняка получится, что в рамках нашего месячного бюджета мы можем фактически сгенерировать только 20 конверсий. Только что было сказано о том, что не менее 30 конверсий мы должны накапливать в месяц для того, чтобы эффективно работал этот алгоритм. То есть по факту здесь вот как раз это именно ограничение влияет и говорит нам о том, что если мы хотим использовать эту технологию, нам нужно будет, скорее всего, либо увеличивать бюджет, либо снижать стоимость конверсии, если это вообще возможно. Но вполне вероятно, что эффективная, максимально эффективная работа алгоритма в этих условиях будет либо невозможно, либо эта эффективность будет резко снижена. Второй вопрос насчет того, что если у нас хорошо работает SEO, например, то есть у нас большой нормальный объем трафика поступающий SEO, но стоит ли нам вообще запускать рекламу в Google? Это, кстати, распространенный вопрос. Речь идет о том, что если у нас есть с вами хорошая позиция по какому-нибудь запросу, например, давайте сейчас наберу что-нибудь. Биговые кроссовки, например. Скоро у нас очередной марафон наступит. То если у нас, допустим, вот как вот у этой компании, она сейчас в органике находится на первом месте, стоит ли нам вообще размещаться в рекламном блоке, поскольку у нас и так все в целом неплохо. И ответ здесь, как всегда, неоднозначный, то есть тут нет стопроцентно гарантированного какого-то ответа, кроме одного. Поведение аудитории поиска, это уже давно известно, оно довольно своеобразно. То есть есть люди, как я уже чуть раньше говорил, которые принципиально проматывают весь верхний блок и никогда не кликают по верхней рекламе, считают, что все это продажные люди. Есть люди, которые наоборот никогда не пытаются даже мотать вниз, всегда кликают по первым результатам и считают, что это наиболее эффективные результаты. Есть люди, которые внимательно изучают всю выдачу и добираются даже до второй и третьей страницы и так далее и тому подобное. Существуют доказанные, статистически доказанные исследования по этой теме. Поэтому тут можно сказать следующее. Если уже компания присутствует на хороших позициях в органике выдачи, допустим, размещаться ли в верхнем блоке, это уже вопрос скорее престижа и охвата рынка. То есть если у компании нет задачи, захватить весь рынок, а просто максимально вложить средства в рекламу, то как минимум здесь стоило бы поговорить о нижнем блоке, например. Потому что здесь уже точно и гарантированно, если мы есть вот в верхнем блоке, то когда человек промотал, если он промотал, то мы уже пропали из его поля видимости и уже к нам вернутся он. Может и вернется, а может уже и нет. А в нижнем блоке мы, присутствуя здесь, получаем возможность показаться им еще один раз, как минимум. Таким образом у нас повторный шанс появляется привлечь его к себе. Это вот общая рекомендация, она не моя, она в целом экспертов по рынку. Я с ней согласен с тем, что тут уже можно посмотреть на то, просто где размещаться уже. Но в любом случае стремиться, конечно, стоит к тому, чтобы увеличить свои шансы на клик пользователя, то есть максимально увеличить количество переходов пользователя. То есть вывод такой делают наши коллеги по старинке, SEO лучше оптимизировать сайт. Ну, SEO оптимизация – это отличное средство, конечно, да, но у него есть и свои недостатки тоже. Если вот у нас слушатели в аудитории согласны, сейчас. Я еще раз напомню по поводу SEO, что этот инструмент, он, ну, как бы это сказать, не очень быстрый. То есть иногда SEO может занять несколько месяцев для того, чтобы получить хорошие результаты. Да, лет? Полгода, вот говорят наши коллеги у кого-то. Да, если не весь бюджет сразу уйдет. Ну, просто сзади. И, ну, и так далее. Я не буду сейчас на этом останавливаться. И в целом, конечно, SEO и реклама, они друг друга дополняют. То есть не надо сказать однозначно, что тут оба этих инструмента заслуживают внимания. Спрашивают. В поиске поисковый запрос почему-то в большинстве случаев не кликают на платную рекламу. Да, так и есть. И в этом смысле неплохо, если мы размещаемся там. И в любом случае мы хотя бы не теряем. Мы не теряем ничего. То есть мы имеем шанс показаться пользователю и в органике, показаться пользователю и в контексте. Еще вопросы? Да. Ну, да. На самом деле, вот основной постулат, который я подытожу сейчас, я хотел, собственно, донести, это то, что современные алгоритмы автоматического обучения сейчас незаменимы, они очень сильно изменились и обновились. И те, кто, например, попробовали их когда-то и получили какой-то, допустим, не лучший результат, для них есть шанс узнать что-то новое, то есть получить значительно более высокоэффективные результаты сейчас, попробовав эти инструменты, потому что серьезно изменилось начинка алгоритмики. Ну и, соответственно, всем, кто применяет эти инструменты, здесь есть большое количество по усовершенствованию возможностей. Современные сервисы типа Google Ads предлагают инструменты тестирования, как вы знаете. Вы можете всегда протестировать, сравнить между собой два, например, сценария автоброкера. То есть если вы работаете с одним автоброкером, вы имеете возможность выбрать инструмент тестирования, сменить сценарий, выбрать другой автоброкер и сопоставить между собой через неделю, допустим, эффективность обоих этих инструментов. То есть используйте инструменты тестирования в системах для того, чтобы выбрать тот вариант, тот алгоритм, который для вас будет максимально эффективным. Например, что мне использовать, что даст мне больший результат. Так называемый оптимизатор цены за конверсию или просто целевается на за конверсию. Вот это частый выбор у рекламодателей. То есть какой из этих автоброкеров применять. Встроенные механизмы тестирования позволят вам выполнить на определенном интервале тестирование обоих этих алгоритмов, обоих этих автоброкеров, посмотреть для вас лично, какой из них работает лучше. Проекты, эксперименты, вот этот функционал в Google Ads сейчас штатная функция, поэтому не забывайте о нем. Ну и да, и поскольку был вопрос, основная часть у нас на этом закончилась. Это то, что я хотел рассказать в первую очередь и готов к вопросу. Сервисом? Да, он абсолютно открытый. У нас, кстати говоря, если кто-то вдруг по каким-то причинам еще пока не работал с этим сервисом, я хочу показать такое видео. Оно у нас есть на сайте специалист, там есть у нас раздел видео, если вы найдете там по фамилии Васин преподавателя. Там есть запись создания аккаунта в Google AdWords. Вот он. Немножечко интерфейс сейчас, поскольку Google Ads, как я уже сказал раньше, изменил название, немножко поменял интерфейс, то есть интерфейсные решения у Google вообще меняются очень часто, поэтому чуть-чуть немножко интерфейс изменен, но сама логика создания аккаунта там описана, поэтому если у кого-то еще нет аккаунта, обязательно пройдите эту процедуру, заведите его себе, это займет 10-15 минут. Это, правда, довольно специфическая штука, именно поэтому я рекомендую посмотреть видео, потому что на старте от вас Google Ads сразу потребует введения большого количества данных, сразу же предложит вам создать новую компанию, если вы еще пока не работали с этим интерфейсом, это может вызывать довольно много вопросов, поэтому видео вам в помощь, ну и в целом вообще, конечно, сложного там ничего нет. Еще вопросы? Есть специальность интернет-вертолога, я первые два прошла, сейчас есть, ну, что их выбор, какие-то дизайнеры, у меня есть специальность работы, именно интернет-вертолога, и есть интернет-вертолога, и есть интернет-вертолога. Вопрос, что эффективнее в Google или в Яндексе реклама. Есть исследование за прошлый 2017 год, которое проводила одна из компаний, и степень ее достоверности я вообще никак не могу, ну, крупная компания, за степень достоверности ничего не могу сказать, но они в целом делали вывод по большому количеству факторов и показывали, что в Яндексе эффективность выше. Вы можете найти это исследование в интернете, но эта эффективность незначительно выше, то есть там вопрос нескольких процентов, там разница. Но я в свою очередь могу, ну, по практике сказать, что в AdWords, например, у нас, как правило, ниже сцена клика. То есть из-за того, что Google Ads несколько менее популярен в Bruneti в частности, есть и другие причины. Нередко бывает так, что цена клика в Google может быть ниже, и совокупно это может приводить к вам в более дешевую целевую аудиторию и, как следствие, снижать ваши затраты. Поэтому в конкретном, каждом, конкретном тематическом сегменте я думаю, что эти отличия будут разные. То есть... Да, существует такая иллюзия, что Яндекс это российский поисковик. Она существует. Да, она существует, мы с ней знакомы. Ну, в общем, неважно уже, почему так происходит. Это одна из причин, действительно, да. Но на самом деле мы знаем, что сейчас-то доли Google и Яндекса в Bruneti, они почти равны. Ну, опять, одно исследование, один источник говорит, что 45-50, там у них разница, а другое говорит, что уже у Google больше, чем у Яндекса. Кому верить, никто не знает. Сам Яндекс говорит, конечно, что у нас 50, а у Google 40. Ну, и, в общем... Но, тем не менее, в настоящий момент, если так анализировать большое количество источников, то где-то примерно 45 на 45, условно, где-то около этого. Поэтому, с точки зрения объема потенциальной аудитории, возможно, что они уже сравняются. Но на рынке действительно присутствует еще это предубеждение определенное. Ну, многие рекламы, но есть и другие причины, почему Яндекс выбирают. И они не связаны с эффективностью совсем. Но то, что я могу сказать, что туда, куда лезет больше конкурентов, там цену выше. Это закон. Это закон конкуренции. То есть чем больше конкурентов у тебя по одному и тому же запросу, тем выше цена клика будет. Поэтому, сопоставляя хотя бы по этому фактору, можно чаще сказать о том, что в Яндексе цена клика будет выше часто. Еще раз, не всегда. Я ему говорю, что это везде и всегда. Но, опять же, из-за вот этих вот определенных трендов, тенденций, это так, нередко. Здесь уже коллеги наши на вебинаре написали, что верстальщикам надо еще и HTML и CSS изучать. Совершенно верно и справедливо говорят, но это уже языки разметки. А если дальше продолжать, то еще и JavaScript надо будет, а это уже язык программирования. Ну, на самом деле, такие есть дизайнеры, верстальщик. Да, дизайнеры, верстальщик – это тоже разные вещи. Ну и для программера они речь не будет верстальщиками, скриптами. Ну да, JavaScript, Яндекс, поисковики, PRF, популярен. Google для иностранных, смотря на какую аудиторию рассчитан товар. Ну вот, это тоже распространенное такое мнение. Но практика, я уже вам сказал, показывает, ну, точнее, статистика говорит, что реально их доли в настоящий момент сейчас очень близки. На самом деле, они были где-то 40 на 50 еще года полтора назад, но сейчас за счет мобильных устройств в первую очередь Google активно вырос, и его доля достигла, как минимум на мобильных устройствах он точно превышает Яндекс. Это точно. Есть принципиальные отличия инструментария у Google AdWords и Яндекс. Да, действительно, они есть, и этих отличий очень много, и они вплоть до диаметрально противоположных. Но принципы общие, причем мы наблюдаем такую тенденцию, что за последние как раз два года Яндекс все более и более активно как бы мигрирует в сторону технологий, которые уже давно есть в Google Ads. То есть Яндекс перенимает позитивный опыт. Есть вещи, которые Google у Яндекса перенимает, есть вещи, по которым Яндекс в передней планете все, и действительно есть, они молодцы в этом смысле. Но в целом тенденция идет к тому, что разница, она все меньше и меньше между ними. Но тем не менее функционирование сервисов, различия очень серьезные. Как минимум я могу сказать, что те слушатели, которые приходят к нам после того же Директа, например, на курс Google Ads или наоборот после Google Ads, хотя это бывает реже, на Яндекс Директ чаще люди выбирают Директ как более простую систему, потому что ее освоят попроще. Действительно так, интерфейс несколько более простой. Потом они уже приходят на Google Ads, но я бы наоборот порекомендовал, например, потому что когда ты сразу сложную освоил, там, в общем-то, сложного ничего нету, к этому надо просто привыкнуть, ты уже более простые вещи осваиваешь значительно легче. Тем не менее, все говорят о том, что очень тяжело переключиться, если ты никогда не работал в одной системе, а только в другой, между ними серьезное очень отличие. То есть нужно в некотором роде перестроить свой стиль мышления, когда ты переключаешься между этими системами. Спрашивают насчет записи вебинара. Запись вебинара ведется, я, во всяком случае, ее включил. Насчет того, будет ли она где-то выложена, можно будет узнать у нашего рекламного отдела или у ваших менеджеров. Я думаю, что они через какое-то время после, конечно, обработки определенной этого видео наверняка это выложат. Но, к сожалению, и у меня информации точно нет, когда это будет и где. Но, как правило, наши рекламные вебинары выкладываются на YouTube-канале Центра специалистов. Поэтому, если подписаться на рассылку, там точно можно будет уведомления получать. Еще вопросы? Интернет-технологии для маркетологов. Вы про этот курс говорите? Интернет-технологии для маркетологов – это вводный курс для именно тех, кто идет на курсы по маркетингу. То есть, вот как раз те, кто идет на курсы по SEO, по Google Аналитике, по SMM, по Яндекс.Директ, по Google Ads – это курсы по интернет-маркетингу. Мы рекомендуем им проходить интернет-технологии для маркетолога, потому что это курс, который рассказывает о технологиях интернета для маркетологов. Маркетологи чаще всего не технические люди. И им часто на курсах SEO, например, или на тех же курсах по аналитике или рекламе бывает нелегко, если никогда человек не сталкивался с интернет-технологиями, ну, возникают определенного рода пробелы в знаниях, которые как раз мы полностью закрываем в этом курсе. То есть, интернет-технологии для маркетолога нужен только тем, кто идет на курсы SEO, SMM, аналитики, контекстной рекламы, то есть по интернет-маркетингу. Он так и называется, поэтому, интернет-технологии для маркетологов, для интернет-маркетологов. А если вот вы собираетесь идти, например, на веб-дизайнера, или веб-старщика, или еще, не дай бог, программист, то в этом случае вам эти курсы точно не помогут. В направлении именно веб-разработки у нас свои есть курсы, там есть свои подготовительные курсы, и можно вот у нашего администратора спросить, она вас при консерктиве. Но я веду курсы по интернет-маркетингу, и вот здесь я могу точно ответить на новые вопросы. А сколько у вас есть, пожалуйста, сроки по интернет-маркетингу? Довольно сейчас большое направление интернет-маркетинга, как я только что перечислял, это и SEO, и контекст, и аналитика, и SMM, есть еще и email-маркетинг, есть еще и разные дополнительные курсы, такие как conversion rate optimization, там оптимизация конверсии, ну и масса других у нас сейчас запускается, новый курс customer journey management, то есть управление пользовательским маршрутом, путем. но это большой довольно объем информации. И у нас есть программы, готовые, они называются дипломные программы, или вот повышение квалификаций, там треки, и вы можете опять же у наших администраторов узнать, какова длительность этих треков, они, как правило, охватывают весь основной набор по нужной специальности. У нас есть такой трек по интернет-маркетингу. Я сейчас не готов ответить на вопрос, сколько это по времени, наши администраторы просто лучше знают, у них спросить. Какие, например, вопросы вы посоветите, что вы знаете лучше? Тоже очень распространенный вопрос, или вопрос звучит так, с чего начать лучше, осваивать интернет-маркетинг, или вот как минимум, что нужно 100%. Во-первых, конечно, лучше определиться с направлением. Все-таки, если ты SEO-шник, то, в общем-то, ты можешь быть SEO-шником, тебе не обязательно быть SMM-щиком параллельно. Очень многие компании готовы брать именно SEO-шников. Но есть и такое, что многие компании хотят все во всем, желательно, чтобы еще кофе готовил хорошо, полы быть умел, ну или в целом фуры разгружал тоже нормально, что, как правило, в среднем на российском рынке интернет-маркетолог – это человек, который должен, конечно, уметь все. Ну, про эти варианты я ничего сказать не могу. А вот если у вас есть склонность, например, вы конкретно поняли, что вот SEO для меня интереснее, или, например, SMM мне интереснее, или я, ну, в конце концов, контекстолог, или как их контекстники, сейчас, кстати, споры идут на тему, как их называть. Ну, в общем, будем говорить. Нет, да, кстати, копирайтинг – еще одна профессия. Это создание контента, текстов, продающий текст у нас. Вот есть отдельный курс такой, мастерская продающего текста, она в целом ориентирована именно на интернет-тексты. Это все тоже есть. Я могу сказать, что лучше выбрать, конечно, вот, что вам ближе, да, что-то, что-то из того. То есть тут у меня нет рекомендаций. Что тебе взять, SMM или SEO? Ну, как я могу это выбрать? Совершенно разные вещи, абсолютно разные инструментарии, разные наборы знаний, абсолютно разные подходы. А вот что могу гарантированно сказать, что любому специалисту по интернет-маркетингу, какому угодно, SEO-шнику, SMM-щику, email-маркетологу, контекстологу, кому угодно, точно нужна аналитика сейчас. Вот это точно. Поэтому один из курсов точно должен быть аналитикой. Под аналитикой мы имеем в виду интернет Яндекс.Метрика или Google Аналитика. У нас можно пройти их отдельно. То есть это два разных курса. Любой из них хотя бы. Там они состоят, правда, из двух частей. Первый курс называется основой веб-аналитике, а второй называется уже Яндекс.Метрика или Google Аналитика, что вам ближе. Поэтому вот без этого сейчас, ну, вот, кстати, специалисту по контекстной рекламе без аналитики точно никуда. Это вот уже точно гарантировано. Потому что без эффективно настроенной Яндекс.Метрики или Google Аналитики вы точно не сможете эффективно размещаться в Google Ads или в Яндекс.Директе. Я говорю про эффективно размещаться. Размещаться сможете, но вот эффективно ли, это уже вопрос. Поэтому что-то одно, но хотя бы точно должна быть эта аналитика. Ну, контекстная реклама, SEO, SMM, это вот основные тренды. Но есть еще и аналитика, вот о чем я только что сказал. Это тоже без нее никуда. У каждого направления свой инструментарий. У SEOшников один набор, и это не один инструмент. У Яндекс.Директа и Google Ads, да, это Google Ads и Яндекс.Директ. Вот они. Да, тут все понятно и все просто. Вот в зависимости от того, что он будет делать. То есть самое главное знать все. Знать все нельзя. Поэтому надо выбрать. Надо справа. Вот это зависит от компании. Есть виды товаров, услуг. Да, задача. Есть виды товаров, услуг, которые эффективнее продвигать было бы с помощью контекста, конечно. Есть вещи, которые замечательно продвигаются через социальные сети. Есть вещи, которые через социальные сети вообще не продвигаются никаким образом. И наоборот. Но B2B услуги очень много. Многие, допустим. Но это не единственная вещь, но очень много таких моментов есть. И так далее. Поэтому тут нет единого универсального ответа. Еще вопросы? Ну, это я... Нет, я сейчас выложу на шар. Здесь у нас есть общая папка. Вы ее просто скачать можете. Нет. А, кстати говоря, да. Не я только. Это делали наши менеджеры. Да, на почту присылали ее. То есть, она у меня есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова